Давай, давай! Эти девушки ради победы готовы на все. И песни петь, и рисовать, и танцевать, и по полу валяться, и ноги выше ушей поднимать. А то и делать все это одновременно. Чего только не насмотрелись члены жюри на первом в истории конкурса «Мисс Курганру» кастинге номинации «Краса Курганру». Единственный мужчина в жюри, актер театра «Гулливер» Евгений Насупа и того пуще стал жертвой девичьих чар. Соблазнить пытались, дабы место себе в следующем этапе выбить. Но все было по-честному, ведь за ходом кастинга наблюдали не больше, не меньше, а 3,5 тысячи пар глаз, прильнувших субботним днем к мониторам своих компьютеров. Благодаря телекоммуникационному партнеру проекта компании «Ростелеком» действие транслировалось в режиме онлайн. Этот факт, пожалуй, добавил волнение не только участницам, но и членам жюри. Каждая вторая из вас заходит сюда, говорит, я творческий человек. Мы даем детское задание показать кикимору, но никто не может. Как бы то ни было, кастинг завершен. Теперь участницам остается только уповать на добродушие жюри. Сомнительная гарантия, не правда ли? Когда танцует танец, если вы хотели удивить жюри, да, и попасть на конкурс, в финал, то есть нужно было вложить в него. Это просто был набор движений. Спасибо, может быть, за думку была там хорошая. Это непрофессиональное исполнение. Кто разочаровал жюри? Чье выступление было самым провальным? Чьим чаром поддался Евгений Насупа? На кого возлагает надежды официальный представитель конкурса «Краса России» в Кургане Наталья Отрошенко? Кто приглянулся представительницам генерального партнера проекта, сети магазинов нижнего белья «Бельканто» и Николташовой и Ольги Липовки? Смотрите в эфире телеканала СТС, а также на сайте Курган.ру. И, конечно же, не пропустите объявления имен тех девушек, кто прошел следующий этап конкурса.